Всем привет! На данном канале уже не раз затрагивался Fallout New Vegas, Братство Стали и Гелиус 1 в частности. Солнечная электростанция, построенная компанией Paseydon Energy, является вторым по важности объектом после дамбы Гувера, а значит и битва за неё велась не единожды. Самой интересной и в полной степени дошедшей до ушей Курьера была операция Солнечный Луч, затронувшая НКР и Братство Стали, что помешало паладинам занять Гелиус и воспользоваться довоенным оружием? Попробуем разобраться. Прежде чем перейти к активным действиям, стоит рассказать о положении Братства Стали в Мохаве. Основателем отделения Братства в Новом Вегасе является отец Элайджа. Отдельно стоит упомянуть о том, как он этот статус получил. Элайджа по своей натуре был реформатором-инноватором, что не очень подходило взглядам Братства. Поэтому, дабы лишний раз не отвлекать неофитов Ордена от выполнения своего долга, калифорнийские старейшины отослали молодого Элайджу на восток, произведя в старейшины, несмотря на то, что обычно в это звание производят паладинов, и поручив основать отделение Братства. Элайджа, взяв с собой многих людей, в том числе всеми известную Веронику, отправился в Мохаве, желая занять и изучить дамбу Гувера. Изначально новообразованный Орден избегал контактов с Республикой, которая также решила интегрировать восточные земли в свой состав. Целью Мохавского отделения было занять дамбу Гувера, но Братство, как уже было обозначено ранее, задержалось на солнечной электростанции Гелиос-1, в которой, по мнению старейшины, скрывалось нечто большее, чем просто электростанция. Основатель и первый старейшин на Мохавского отделения Братства стали, чертовски гениальный, изобретательный охотник за сокровищами и просто в какой-то мере безумный человек. Все это краткое, но максимально объективное описание личности отца Элайджи. Несмотря на то, что он является антагонистом целого дополнения и по факту говорит с нами на протяжении всего путешествия по Сьерра-Мадре, в конечном итоге, даже полностью пройдя все казино, мы мало что о нем узнаем. Но так или иначе, чтобы немного лучше понимать мотивы старейшины, надо пояснить за всю историю пожилого доходяги. Элайджи родился в калифорнийском отделении Братства стали и прошел подготовку писца. Его таланты были по-особому выдающимися, например, он был способен понять, как работает совершенно любое устройство, лишь мельком посмотрев на него. Используя свой талант, он частенько создавал новые технологии, что шло в разрез с Кодексом Братства. В это же время Элайджи подружился с юной Вероникой, родителей которой погибли в сражении против НКР. Он даже стал для нее кем-то вроде отца. В конце концов, когда старейшины просто перестали терпеть дерзкого писца, они отослали его на восток, попутно вручив ему звание старейшины. Отослали они его для того, чтобы он основал новое отделение Братства. Отправившись на территорию Мохаве, Элайджи решил, что необходимо изучить дамбу Гувера. По пути к самой дамбе он, вместе со своим отрядом, заметил Гелиус-1. Узнав, что дамба занята НКР, он пришел в неистовую ярость. Но узнав, что Гелиус-1 это прикрытие для мощного довоенного оружия, осознав, какой козырь может оказаться в его рукаве, Элайджи не поделился этой информацией ни с кем, даже с Вероникой, хотя с ней он общался больше всего. Старейшина приказал своему отряду удерживать позиции на электростанции даже тогда, когда на нее обратила внимание сама НКР. В это время Элайджи бегал и пытался активировать Архимед. Главный паладин Макнамара понял, что песец обезумел и приказал всему отряду отступать на территорию Хидденуэлли. С тех самых пор никто не видел Элайджи, и лишь Вероника получила от него записку, в которой он будто бы предсказывал трагичный конец Братства и говорил, что однажды вернется с величайшим сокровищем этого мира. Первой, а впрочем и последней базой Братства Стали в Махаве, был старый военный бункер Хидденуэлли. Несколько лет они открыто вели здесь свою деятельность, пока отец Элайджи не заинтересовался Гелиусом. Паладины были против, потому что электростанция была для них слишком большим объектом, несовместимым с их количеством. Но несмотря на нулевые шансы на успех, Элайджи был непреклонен, ведь как было сказано ранее, он знал о тайне электростанции. Орбитальные установки Архимед способны кардинально поменять расклад сил в пользу Братства. Работы на электростанции велись вплоть до прибытия НКР в Махаве. В надежде все успеть, Элайджи приказал сделать Гелиус-1 новым штабом Братства Стали, что также было воспринято паладинами негативно. Когда НКР окончательно закрепилась в Махаве и подписала соглашение с Мистером Хаосом, нападение на электростанцию было лишь вопросом времени. Стратеги Республики разработали план «Солнечный луч», целью которого был захват Гелиуса, что и определило все дальнейшие события. Братство отступать не хотело. Несмотря на технологическое преимущество, Братство все же было оттеснено от электростанции количественным превосходством солдат НКР. Паладины призывали Элайджу покинуть объект, но его одержимость орбитальным лазером была слишком велика. Но внезапно, в самый разгар сражения, Элайджа исчез. Постарейшина занял старший паладин Нолан Макнамара. В отчаянной попытке вырваться из кольца осады Макнамара пошел в контратаку и преуспел. Ему удалось вернуть своих людей в бункер Хиденуэлли, но Братство заплатило высокую цену – 75 человек. Больше половины рыцарей и паладинов пали в бою, но НКР также понесла потери, правда другие, экономические. И они были довольно серьезными, потому что почти привели к развалу всей платежной системы республики. А что касается самой станции Гелиос-1, то после столкновения она была в руинах из-за побочного ущерба. Новый глава Махавского отделения старейшина Макнамара, невзирая на волю большинства, ввел полную изоляцию в бункере. Те, кто были внутри, должны были оставаться внутри. Оставшимся снаружи не было дозволено вернуться. В последующие годы режим был несколько ослаблен, но ограничивался недолгим ночным патрулированием. Такое положение вещей плохо сказалось на членах Братства Стали. И если на то будет воля курьера, Макнамара может лишиться своего поста, или даже больше все члены Братства будут уничтожены. Во славу Цезаря или Мистера Хаоса. Вот я все говорю и говорю о важности Гелиоса, но в подробности не ударяюсь, а стоило бы. Орбитальная установка Архимед, связанная с электростанцией, делится на две ветви. Архимед-1, система защиты станции, и Архимед-2, орбитальный лазер. В записях об оружии описываются успешные испытания Архимеда, и отказ от права подать иск в случае потери трудоспособности или смерти сотрудников, что красноречиво говорит о мощи прототипа. Также всему персоналу было запрещено разглашать какую-либо информацию об Архимеде, дабы не подвергать опасности достояния Америки. На момент действия игры Гелиос вырабатывает не более 1% своей мощности, а потому использование оружия невозможно, если, конечно, не произвести настройку. Бои за станцию привели к значительной порче и так поврежденных солнечных батарей, из-за чего только треть панели могла изменять угол наклона, что опять же влияло на выработку энергии. Кроме того, имели место утечки и на самом Гелиосе. НКР пытались найти главного инженера, сумеющего разобраться в ее устройстве, и по недоразумению назначили им Фантастика, история которого уже была затронута мной в одном из видео. Одновременно с этим работать на электростанции стал последователь апокалипсиса, Игнасио Ривас, интересовавшийся технологиями Посейдона. Фантастику и Ривасу не удалось перенаправить зеркала, так как для этого надо было проникнуть в башню, полную турели и роботов, на уничтожение которых НКР не хотела тратить вне времени, ни сил. Тем временем Игнасио, изучая архивы станции, разгадал ее подлинное назначение и поставил себе целью не допустить военного применения Архимеда, скрывая его существование ото всех, в том числе и от НКР. Последователь решил, что Республика потеряет желание внимательно исследовать станцию, исправно дающую электроэнергию, и оттого стремление увеличить мощность Гелиуса лишь усилилось. После кровопролитной войны в Калифорнии НКР и Братство Стали столкнулись вновь. Желая получить контроль над всеми источниками электроэнергии, НКР пошло в наступление на Гелиус-1, и соотношением жертв 20 бойцов к одному брату выиграли сражение, получив распоряжение и еще один стратегически важный для всей пустыни объект. Несмотря на передовое оружие, технологии, силовую броню и тактическое преимущество Братства Стали, их основной и главный недостаток был в нехватке бойцов. Солдат НКР было в 20 раз больше, а потому поражение Братства было решено заранее. Главный паладин Макнамара несколько раз обращался к Элайджи за просьбой отвода войск, так как исход битвы был понятен, но тот категорически отказывался, объясняя, что почти разгадал тайну Архимеда. Однако, поняв, что без специального передатчика силой Архимеда воспользоваться невозможно, Элайджа бросил свой отряд на произвол судьбы и бежал в горы. Макнамара, как наиболее опытный и решительный член Махавского отделения, принял командование на себя и приказал включить систему охраны комплекса, дабы не допустить попадания Архимеда в распоряжение НКР. После этого он дал команду к отступлению в бункер Хидден Вэлли. По итогу, на момент действия игры Братства Стали и НКР до сих пор в состоянии войны, но каких-то активных военных действий ни одна из сторон не предпринимает. Братство просто не способно на это, а правительство НКР считает, что братьев в регионе не осталось, и потому средоточило свое внимание на борьбе с легионом и хаосом. В то же время в Хидден Вэлли введена полная изоляция и запрет на выход из бункера. Макнамара, опасаясь быть замеченным и до конца уничтоженным, оберегает братьев от опасности, не давая проявлять им инициативу и активность по отношению к внешнему миру. Из-за этого внутри бункера назревает раскол, исход которого может решить только Курьер. Даже при учете того, что все самые могущественные силы в Мохаве желают уничтожить Братство, Курьер может заключить между НКР и Братством Перемирия, тем самым закончив их вражду хотя бы на Мохаве. Такой союз выгоден для всех сторон конфликта, за исключением Легиона и Хаоса. Но учитывая идеалы Братства и политику НКР, такой союз будет крайне шатким. Ну а на сегодня все. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте под ним свои ядер лайки, подписывайтесь на канал, теребите колокольчик, что есть мочи, и всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok